Приветствую дорогие друзья! В этом видео у нас небольшой обзор вот этого ноутбука, купленного за 2000 рублей. Собственно это видео именно для тех, кто не верит, что до 5000 рублей можно купить нормальный аппарат. Да, я скажу сразу, здесь есть некоторые нюансы, но эти нюансы решаются небольшими вложениями. Первое, что хотелось бы сказать, у этого ноутбука не работает часть клавиатуры. Именно вот эта часть клавиатуры, несколько клавиш не работает, но это я выяснил уже позже. Изначально этот ноутбук поступил ко мне с неисправностью, не запускается, не видит жесткий диск. То есть жесткий диск там скорее всего либо отсутствует, либо он умер, либо умерло что-то по плате, связанное с жестким диском. Но такое редко бывает, к счастью, и чаще всего умирает просто жесткий диск. Чем я оперировал при осмотре этого ноутбука перед покупкой? Первое, мне важно было, чтобы матрица была целая. Второе, важно, чтобы ноутбук запускался и определял оперативную память. В принципе все. Для 2000 рублей этого вполне достаточно, учитывая еще то, что к нему в комплекте шла зарядка. Матрица целая, оперативная память целая, зарядная в комплекте, все. В принципе 2000 рублей он 100% отбивает, можно брать вообще не глядя даже. Также при осмотре были обнаружены некоторые дефекты. Видно было, что он вскрывался, и по клавиатуре очень-очень много пыли въевшейся. Возможно клавиатура была залита, но это не факт. Возможно просто очень много пыли на ней. С обратной стороны не хватает многих болтиков, штучек 5-6 точно. Это свидетельствует о том, что его зачем-то вскрывали. Ну в принципе да, ноутбуку около 7 лет, и это в принципе логично, то что его вскрывали и скорее всего меняли термопасту. Хотя не факт, нужно будет посмотреть. Вот собственно чек о покупке. Некоторые данные я естественно зарисовал, для того, чтобы это не считалось рекламой. А то вдруг кто-то подумает, что я рекламирую некоторые ломбарды, либо комиссионки. Давайте посмотрим, как ведет себя ноутбук. Собственно он запускается, и здесь два варианта есть. Либо он зависает на логотипе Packard Bell, иногда так происходит, да, то есть один через один он зависает, просто и висит на логотипе Packard Bell, и больше ни на что ли не реагирует. Реагирует только на длительное удержание кнопки включения, он просто выключается. Либо есть второй вариант, он выдает вот такую надпись. Надпись свидетельствует о том, что у нас нет загрузочного устройства. Необходимо подключить и загрузочный диск, и нажать любую клавишу. С этим все понятно. Давайте попробуем в BIOS зайти, что он там скажет по поводу жесткого диска и вообще характеристик. Многократным нажатием на клавишу F2 я все-таки попадаю через некоторое время в BIOS. Он очень долго висит на заставке, пытается определить жесткий диск. Но, как мы видим, жесткого диска здесь или нет, либо он совершенно не определяется. Также по BIOS можно определить, сколько там оперативная память и какой там процессор установлен. Вот жесткого диска у нас нет, и у нас не определяется его серийный номер, разумеется. И в меню загрузки также жесткий диск отсутствует. Давайте разберем ноутбук, посмотрим, что там внутри. Снимаю аккумулятор, и сразу видно, аккумулятор родной. Пыли на нем очень много, он не новый, не свежий, скорее всего родной. Разбирается он элементарно. Если нужно добраться до жесткого диска, откручивается всего лишь один болтик, и снимается вот эта крышка. Сразу видно оперативную память, и вот он, виновник нашего торжества. Собственно, то, благодаря чему ноутбук так дешево стоит. Сразу видно какой-то след желтый, возможно, чем-то все-таки заливался он немножко. Жесткий диск у нас на 500 гигабайт от компании Western Digital. Видно, что диску много лет, и возможно, действительно он вышел из строя. В посадочном месте не обнаружено никаких следов залития. Здесь у нас установлена одна плашка оперативной памяти на 4 гигабайта, и есть свободный слот. Сейчас я подкину сюда SSD-диск, который у меня уже с предустановленной операционной системой, и посмотрим, загрузится или нет. Закрываю крышку, подключаю аккумулятор, и запускаю ноутбук. И как мы видим, все прекрасно загрузилось. Через некоторое время я установил драйвера, и вот что мы видим. Процессор у нас 2117U, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарта Intel HD Graphics, Также у нас присутствует другая видеокарта, 3D видеоконтроллер. Судя по наклейке на самом ноутбуке, это должна быть NVIDIA GeForce GT820M. Сейчас мы попробуем установить драйвер на нее. Что касается износа аккумулятора, здесь повезло, износ всего лишь 38%. В принципе, несколько часов эта батарейка спокойно протянет. При установке драйвера возникла некоторая проблема. Вот, в принципе, оригинальный драйвер, который свежий, я скачал с сайта NVIDIA, с официального сайта NVIDIA. 425-я версия драйвера, запускаю, идет распаковка, после распаковки запускается установщик, идет проверка совместимости системы, и вылетает ошибка. Продолжить установку NVIDIA невозможно, этот графический драйвер NVIDIA несовместим с данной версией Windows, и этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования. То есть, видеокарта у нас, скорее всего, мертва, либо паялась. Для того, чтобы убедиться, что никаких действий не производились с ней, нужно разобрать ноутбук. Открутил снизу болтики, снял верхнюю панель, и обнаружил один интересный нюанс. Собственно, система охлаждения полностью забита. Я не знаю, зачем разбирали этот ноутбук, но систему охлаждения здесь почистить явно забыли. Вот, вы видите, да, здесь какая жесть. Собственно, вот это вот препятствует абсолютно прохождению воздуха. И, возможно, даже видеокарта от этого умерла, но будем надеяться на лучшее. Собственно, вот она плата. Вытащил, прошелся щеточкой уже немножко от пыли. Выглядит она, в принципе, адекватно, никаких абсолютно следов пайки нет. Сейчас сниму систему охлаждения, покажу вам поближе. Да, у нас здесь распаянный Intel Pentium процессор 3-го поколения EV Bridge. Его можно было бы, естественно, заменить на Intel Core i3, Core i5, но есть один небольшой нюанс. Его называется HM70, Северный мост. Собственно, вот он. Не даст поставить туда Core i3, Core i5, либо Core i7. Только Pentium и Celeron. Да и, в принципе, апгрейд на этой плате нецелесообразен. Поэтому я ничего не теряю с этого. Что касается самой видеокарты, все четко. Маркировка совпадает с тем, что должно быть. Цвет видеочипа в нормальном состоянии. Никаких следов пайки, никаких следов флюса. Все отлично, все четко. Компаунд по бокам на месте. То есть, никакого ремонта, скорее всего, здесь не производилось. Ремонтом и не пахнет. Вернемся в операционную систему. Вспомнил, когда-то давно я делал видео. И, в общем, открыл я свое YouTube-видео, старое на канале, и нашел проблему. Проблема заключается в том, что в установщике, который я скачал, собственно, последней версии, вот эта 425-й, в нем вообще отсутствует какое-либо упоминание про видеокарту GT820M. Естественно, тогда она не устанавливается. И, мало того, даже в файлах не получается отредактировать это. То есть, я открываю нужный файл, который нужно вписать ID-шник моей видеокарты, и вот пролистываю в самый конец, и вот он весь перечень видеокарт. Здесь есть все видеокарты. 1050, 1060, 1080, 900-я серия, 800-я серия, 850-й GTX, 900-я серия вся, 840-е GTX-ы, 810-й, 920-й, абсолютно любые. 700-я серия идет, а 820-й карты нету. Ну, думаю, ладно, окей, скачаю я тогда родной установщик именно с сайта производителя, Packard Bell. Скачал я этот установщик, распаковал его, вот как вы видите в этой папочке. Открываю. То же самое при запуске установщика, такая же ошибка. Открываю файл, пролистываю в самый конец, и вот что я там нахожу. Собственно, вот он весь список видеокарт, и только в одном пунктике указано 820M. И немножко подшаманив с этим файлом, установщик заработал, и все прекрасно установилось. Если эта проблема подробнее вас интересует, тогда можно найти отдельное видео у меня на канале. Вот как вы видите, запустился установщик, и все четко устанавливается. Все прекрасно установилось, перезагружаю систему. Видеокарта отлично определилась, как 820M. Как оказалось, здесь всего лишь 1 гигабайт видеопамяти. В принципе, можно было бы заморочиться и распаять второй гигабайт, но я не думаю, что есть смысл. Если эта тема для вас интересна, добавление видеопамяти к видеокарте, тогда напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. И возможно, я все-таки сделаю это видео. И будет у нас GT820M не с одним гигабайтом, а с двумя гигабайтами на борту. Давайте протестируем эту видеокарту, вообще живая она или нет, на что она вообще способна. Ну, сразу говорю, видеокарта это слабенькая, поэтому рассчитывать на какие-то суперские настройки и суперские игры особо не стоит. Ну, те же танки, к примеру, на минималках потянет. Но прежде чем перейти к проверке видеокарты, я хотел бы анонсировать следующее видео. Попался ко мне в руки вот такой интересный аппарат. Это HP на Core i5 восьмого поколения, все как вы и просили. Просили сделать стрим, поиграть на нем, поэтому через день выйдет обзор на этот ноутбук. На что он способен? Ноутбуку всего лишь полгода, куплен он в декабре 2018 года. И я вам скажу, есть уже некоторые нюансы. Как минимум, он уходит в троттлинг, в любой нагрузке абсолютно. Без перебора его использовать вообще нельзя. При любой нагрузке он улетает с температурами за 100 градусов. Здесь у нас на борту i5 восьмого поколения, 4 гигабайта оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 на 2 гигабайта. Видео обзор этого ноутбука выйдет завтра, либо послезавтра на канале. А также по многочисленным просьбам будет стрим на этом ноутбуке, я так предполагаю, в субботу вечером. Поэтому следите за новостями на канале, а мы перейдем к тестированию нашего Пакарт Белла. И как предполагалось, танки запустились, как видите. В принципе все работает, я извиняюсь конечно за качество картинки. Снимать телефоном экран вот этот, это такое себе удовольствие, если честно. Настройки естественно минимальные, простейшая графика. Если поставить средний, в принципе тянет с хрустом, со скрип, но на самом деле слабенько. Производительность или в процессор упирается, либо в оперативную память упирается, либо сама видеокарта очень слабая, с 1 гигабайтом видеопамяти. Но в принципе это замечательно, за 2000 рублей, напомню вам, это замечательно. Кстати, что касается клавиатуры, оказалось с клавиатурой все в порядке. Просто какие-то мастера, когда его разбирали, просто-напросто забыли протереть шлейф. И несколько контактов на шлейфе были чем-то заляпаны. Поэтому как раз клавиатура не работала в нескольких полосах. То есть не работали клавиши именно полосами. От 1 до Z и от 2 до X. Еще при покупке, когда погрузился с проверочной флешки, я уже предполагал, что будет именно такой исход. Но тем не менее, если бы пришлось покупать клавиатуру, это меня бы никак не огорчило, потому что стоимость клавиатуры на этот ноутбук всего лишь 470 рублей примерно. Самый максимум это рублей 600. В принципе за 2000 рублей я покупкой более чем доволен. Этот ноутбук прекрасно подойдет для любых офисных задач, а также поиграться на заслуги в доту, в танки, в кс, во что угодно. На минимальных настроечках с количеством кадров примерно 40-50. В общем, если это видео было для вас полезным либо интересным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok